Привет, маленькие друзья, а также их родители. В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки пробуют ответить на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло, увидим дальше, а по пути будем узнавать правильный ответ и учиться вместе. Викторина миллион вопросов. Зачем людям нужно спать? Чтобы высыпаться. Потому что надо идти в садик. Потому что когда люди спят, то они растут. Я не знаю. Зачем, чтобы они росли? Чтобы вывести. Потому что ночь, и люди засыпают все. Чтобы не перебираться, много сил. Чтобы силы не набираться. Ну, потому что они же устали. Они весь день что-то делали. Чтобы что-нибудь придумать и сны придумать. Если они тогда не будут спать, тогда им не приснится никакой сон. Вот должны мы ходить. Вот мы ходили, такие соны, и вот такие. Чтобы набираться много сил. Если мы не будем спать, то у нас закончится энергия. Потому что еще когда мы спим, мы спим и получаем энергии. Сон – это что-то будет интересное. Ты будешь вялым. И тогда они будут мешать вам что-то. И никогда это не используется. А если они будут мешать, тогда им что-то приснится. Например, что они хотят. То, что надо отдыхать глазком и ротиком, а то они устали. Они во сне что-то узнавают. Вот мы зеваем. Будет солнце, станет и люди будут засыпать. Вот солнце. И опоздают школу или даже садик или взрослые на работу. Если взрослые не будут спать. Всю ночь надо спать. Тогда ты не вырастешь. Сны всякие хорошие приснятся. Но они спят и сил набираются, потому что они же отдыхают. Каждую ночь все мы засыпаем и спим примерно по 8 часов. Именно столько необходимо людям, чтобы восстановить силы и привести мысли в порядок. Кстати, некоторым животным сон нужен не меньше. Кошки спят в день по 16 часов, а ленивцы – целых 18. Человек за всю свою жизнь проводит во сне треть жизни, то есть примерно 25 лет. И не просто так. Без сна человек просто не может жить. Не спать один или несколько дней вполне возможно, хотя не стоит это пробовать. Мысли начнут путаться, настроение портится и сил ни на что не останется. Если не спать больше нескольких дней, это может быть по-настоящему опасно и может нанести непоправимый вред здоровью. Викторина Милюа Поплошев. Откуда пчелы берут мед? Это легко. Они берут мед, ну как-то из цветка, я его не знаю, как зовут. Вот сводит мед и кусать сами. Они летают, и когда они садятся на цветки, то они собирают оттуда пыльцу, и когда они прилетают, то приобрабатывают пыльцу, и получается мед. Пчелы берут мед из цветов, из цветков, из цветов. Мед на цветах, и они ножками своими, оп, и держат, потом идут в свои домики, и туда возят мед. Из этого они делают настоящий мед сладкий и вкусный. Из цветов. Ну, цветов. Они собирают нектар из цветочков. Они, они просто, они его сами делают. Мед бывает. Мед в тубрие. Они несут мед сначала, а воню их как-то вот делает. И носят пыльцу на другой цветок. Они сначала вылетают, потом его выбирают. А потом несут вуя и делают мед. Пчелы, если к ним подходят, они его заливают. А если в костюме подходить, тогда они его не заливают. Улень как кокон. Ну, пчелы сначала летят на цветочек, собирают все, и на другой цветок прилетают. Да так пошли. Друг друг, друг. Потом летят в логово и кушают его на запасах. Они на брюшки цепляют нектар и везут его до улья. Его добывают в ульи. Пчелы кушают мед, и они их любят. Чтобы мы кушали. Там есть такие люди, которые высасывают мед. И они мед высасывают с какой-то штукой непонятной. Лезут в это гнездо, потом за ними пчелы гонятся. Мед – это вкусное и очень полезное лакомство. Его любят не только дети, но и взрослые, и даже животные. Некоторые пчелиные конкуренты, например, осы, воруют его у полосатых тружениц. Ну а сбор меда начинается с момента, когда пчелы вылетают из улья, чтобы собрать пыльцу и нектар с цветов и некоторых других растений, в том числе и деревьев. Все необходимое они засасывают в специальный орган, который называется зобик, и несут его в ульи. По пути он переваривается и насыщается секретными пчелиными ингредиентами. В улье пчела перекладывает мед из одной соты в другую, постепенно испаряя из него лишнюю воду. Именно поэтому густой мед считается зрелым и ценится больше. Рубрика «Четвертый лишний». А сейчас попробуй вместе с ребятами найти, какое из четырех слов здесь не на своем месте. Компьютер, телевизор, планшет, смартфон. Смартфон, планшет, сотовый телефон, потому что всем из этих планшетов и приборов у них нельзя звонить, а по телефону можно. Наверное, сотовый телефон. Сотовый телефон. Компьютер. Сотовый телефон – это хороший вопрос. Телефон. Потому что я его не знаю. Телефон. Компьютер? Компьютер, потому что он серый, его так покрасили, но он стал черным. У меня дома черный и белый. Ну потому что это слово какое-то непонятное. Потому что его носят везде. Потому что его нельзя долго смотреть, даже ночью. Потому что он, наверное, плоский. Он же большой. А компьютеры изобрели. Они сделаны из железа. Потому что то, по нему нельзя звонить, а по телефону можно. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова